На выходных селу Коротное исполнилось 255 лет. Сельчане отмечали праздник, несмотря на моросящий дождь. Было много песен, танцев и ухи. Как прошел храм села в сюжете Алины Ганган. Село Коротное – самое гостеприимное и душевное место. Так говорят о своем родном селе коротняне и гости коротнян, которые приехали издалека на храм села. Коротному исполнилось 255 лет. Я на празднике в Коротном не в первый раз. И в прошлом году была, мне понравилось. И в этом году тоже приехала. Я желаю всему селу процветания, чтобы сельчане были настоящими хозяевами, чтобы молодежь брала пример со старших, как и моя сестра. Я ею очень горжусь. На празднике села поздравляли старожилов, лучших работников и пары, которые отмечают юбилей семейной жизни. Леонид и Тамара Чебан уже 50 лет вместе. Столько же пара отработала в местной школе. Он преподаватель математики, она учитель начальных классов. За любовь к своему делу супругов наградили орденом «Трудовая слава» и медалью «За отличие в труде». Я горжусь моим селом, людьми этого села. Я могу говорить только красивые слова об этом месте. Желаю всем здоровья, успеха и больше возможностей. Мы нигде не работали, работали только в нашем селе, в родном селе. Это село для меня родное. Хоть я и не отсюда, я из района Рыжкань. Самые лучшие люди здесь, в селе Коротное. Так, Ротнян с праздником поздравила председатель Совета народных депутатов Слободейского района Татьяна Залевская. Для меня село Коротное – это в первую очередь люди, которые здесь проживают. Я сама выросла, родилась в этом селе и определенное время, проживая за границей, мне всегда тянуло домой. Почему? Потому что здесь светло, тепло, уютно. Люди, коротняне, они в большей степени молдавский народ, у которого есть свои традиции, свои обычаи. Настоящий молдавский колорит для сельчан создавали местные артисты и специальные гости программы. На день рождения села пригласили заслуженного артиста Приднестровья Евгения Аврамова. Я первый раз выступаю в Коротном и, надеюсь, не последний. Почему? Потому что мне очень понравился ваш теплый прием, друзья. Как ваше настроение? Да, дрожжи. Почему? Потому что очень красивые песни, душевные. Настроение поднимает, даже дождя нет. За что любите село Корот? Я тут родилась. Очень гостеприимные люди. Это гости. В селе есть еще одна важная традиция – варить уху. И помимо всех обыденных ингредиентов, здесь блюда принято вкладывать 50% души. Очереди выстраиваются? Да. А хватит всем вот этого казанчика? Ну, на 50 литров, на 5 литров. Попробуют? Хотя бы по ложечке, да? Ну, все смогут. По грамм по 200. Сельчане после нашего отъезда присылали видео с еще одним гостем программы. К ним приехал со своей легендарной незабудкой Ион Суручано. Именины села завершили праздничным салютом. И тебя я не заботка, не заботу никогда. Алена Ганган, Владимир Погоня, ТСВ.